Ну, переходим к гвоздю программы. Добрый вечер! Как всегда, побудем в это время в эфире программы «Открытая студия». Как всегда, мы приветствуем вас в прямом эфире в нашей «Открытой студии» в центре Петербурга. Мы хотим предложить вам сегодня для обсуждения достаточно сложную тему, но вы знаете, как-то вот... Значит, передача старая, 2012 года, сразу говорю, 2012 год. Пять лет назад, да. Это все чаще и чаще, разные люди с разными религиозными убеждениями, с разными национальностями, с разными занятиями в жизни к ней обращаются. Мы стоим, вероятно, перед необходимостью понять, а кто мы такие, какое государство вообще, вот, какое государство мы с вами составляем. Я просто один короткий пример приведу, недалеко к неделю назад, я думаю, что вы знаете, Гордон Браун посещал с официальным визитом Соединенные Штаты Америки, был пора, все как полагается. Меня так вот как-то зацепили слова, которые говорил в приветственной речи Барак Обама. Он сказал приблизительно следующее, он сказал, да, несомненно, многовековая история связывает... Блин, ну почему ведущая карта... Это же телепередача, почему карта вы ведущая. Это наши две великие нации, имея в виду Великую Британию и Соединенные Штаты Америки. Я вдруг подумала, а что бы он сказал, если бы приехал наш президент? Наверное, он бы сказал другие слова, он бы сказал, две великие стороны, ну или еще как-то так. Так, говорим ли мы сами про себя, что это нация, Россия, вот нация или что, русские люди? Давайте мы сегодня будем разбираться. Этот разговор в любом случае полезнее, в зависимости от того, кто при каком мнении концу этого разговора останется. Сразу хочу представить вам наших многоуважаемых собеседников. Как всегда, сначала представили собеседников в открытой студии в Петербурге. Рада снова приветствовать в нашем разговоре известного человека, режиссера Александра Длибоча Невзорова. И так и споткнулась сразу. Приветствую, Александр Длибоча, спасибо, что приехали. Хочу представить наших компетентных собеседников в открытой студии в Москве. И, во-первых, рада также приветствовать известного политолога, философа Александра Дугина. Александр Геевич, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что приехали. Еще один собеседник сегодня в нашей студии, это писатель, профессор Московского международного университета и шведской писательской школы Леонид Ароныч Жуховицкий. Приветствую вас, Леонид Ароныч. Добрый день. Добрый день, спасибо. И, наконец, представляю представителя армии... Жуховицкий, очень смешная фамилия. Напоминает одну фразу Конфуция. ...инвестиционного комитета Российской народной демократической партии, главного редактора журнала... Национальная. Вот, пять раз уточнила у редактора, я простите меня, пожалуйста. Конечно, российской национальной... О, пахом, отлично. Будет интересно. ...инвестиционной демократической партии, просто ваша аббревиатура, партия гораздо более, может быть, знакомая зрителям, так воспринимается, как полное название. Главного редактора журнала «Вопросы национализма», публициста-журналиста, надеюсь, ничего не путаю, Константин Анатольевич Крылова. Здравствуйте, Константин Анатольевич. Нет, на этот раз вы ничего не спутали. День добрый. Добрый день. Спасибо всем. Я, если позвольте, напомню зрителям о возможности прямого эфира, о том, что телефонные линии включены. Форум также давно работает, и на форуме вывешен такой вопрос на голосование. Мы спрашиваем у зрителя, ощущаете ли вы себя частью нации? То есть мы как-то не стоим под сомнение пока то, что это нация, но тем не менее. Посмотрите, как ответы делятся. Да, первый вариант ответа – 37%. Нет, 43%. А что это? Я хочу сказать, что я в других передачах ее видел, и я только сейчас заметил, что она картавит. Такое 20%. То есть она хорошо картавит по сравнению с Витавидом, Ларином, и тем более Храбловым. Вот удивительно, 43% сказали нет. Почему? Давайте будем разбираться буквально через несколько минут, и сейчас еще короткий сюжет от нашего корреспондента Алексея Короносова. Пожалуйста. Ирина Ма переехала из Китая в Россию 20 с лишним лет назад. Выучила язык, получила гражданство и быстро обрусела. К переменам в стране приспособилась лучше многих коренных жителей. В 90-е открыла свой бизнес. За полтора десятилетия он разросся до небольшой империи. Фермы, гостиницы, рестораны. А сегодня у нас есть эта панкетка заказная? Сегодня о национальных корнях Ирины напоминают лишь внешность и акцент. Китаянка и бизнесвумен не считает себя уже очень давно. Русская, я читаю русская. Но к примеру Ирины следуют единицы. Гораздо чаще иностранцы, переехавшие в Россию на ПМЖ, даже не пытаются ассимилироваться. Да, я заесть, заесть. А наоборот, объединяются в диаспоры и создают кусочек родины на чужой земле. В некоторых городах появляются целые национальные кварталы. Есть даже школы, в которых лишними себя чувствуют уже русские дети. Дети там такого уровня, они, конечно, плохо говорят по-русски же. Поэтому, как они будут учиться? Представители многих диаспор настойчиво напоминают, мы не такие, как вы, и меняться не собираемся. Приезжие ходят в национальных костюмах, на показ соблюдают традиции, танцуют народные танцы прямо на улице. О, установили этимологию имени Ларса и пошли танцевать. Впрочем, это не предел. В прошлом году на крупных площадях сразу нескольких мегаполисов во время мусульманских праздников забивали баранов. Каждый человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере. Читай Коран, забивай баран. Это также гласит пословица. О своей этнической принадлежности. Но он должен, прежде всего, быть гражданином великой страны, России. Единство в многообразии, залог силы и успеха, мощи нашего государства. Такие шествия их участники называют русским ответом на национальный вопрос. На маршах коротко стрижены молодые люди, не стесняясь в выражениях, объясняют, что им не нравится в миграционной политике государства. И вот что происходит в результате. В последние годы радикальные националисты практически монополизировали право называть себя русскими. В России сложился кризис национального самоопределения. Никто не запрещает сказать, например, я таджик, немец или армянин. Это нормально, это поощряется. Но стоит сказать, я русский, и в ответ полетят обвинения в ксенофобии и... Блин, что-то как-то русское самосознание какое-то слабое. Знаете, я думаю, надо его немного поднять, потому что как-то что-то слабо. Давайте гимн. Значит, гимн России. Ого, другое дело. Гимн России. Я сейчас вернусь. Смотрим дальше. ...чуть ли не радикальном нацизме. А другого определения для национального пока что большинства нет. Знаете, мне в голову идея пришла. Я извиняюсь, что такое лирическое отступление небольшое, но... Россияне, придуманные Борисом Ельцином в русском языке, не прижились. Но это не Ельцин придумал, если что. Это мнение Алексея Корсунского по поводу прижились ли россияне в российском языке, в нашей жизни, в нашей голове. Поэтому у меня очень короткий вопрос, и дайте в режиме близ интервью, потому что я скоро сделаю небольшую паузу. Как вы лично относитесь к слову русские и россияне? Привыкли вы к россиянам? Вы россиянин, Александр Леонидович? Ой, да я вообще не задумываю. Нет, русский. У меня в паспорте написано, что русский. А россияне это что за люди? Россияне это надо произносить вот с этой вот... Россияне, да? Вот как ты делал, Борис Николаевич? Ни у кого так больше не получится. И, в общем, лучше не пытаться передразнивать. Оставим это ему... Тогда получается уже не актуально, но если это ушло. Слово вместе с Борисом Николаевичем. Борисом Николаевичем, как вы себя ощущаете, русским или россияне нам? Я-то? Я, естественно, русский. К слову «россиянин» я отношусь, как большинство сознательных русских, с омерзением. Это действительно ельцинское словцо. Но подождите, это ломаносовское словцо. Это все-таки слово... Ну вот именно. Его не Ельцин придумал, Олег. Он не Ельцин придумал. Может быть. А теперь оно ельцинское. Так, понятно. Впрочем, я еще припоминаю, что первый раз я его услышал у песни Олега Газманова. Но это этот. Крылов. Его еще тесак опустил на каком-то интернет-шоу «Россия 0» или как-то оно называлось. Но что это... Офицеры-россияне. Надо было позвать Газманова... Но вообще-то оно теперь и навеки именно слово Ельцина. И связано оно только с тем, что принес нам Ельцин. А мне что-то сразу представилось, как господа офицеры Ельцин поет. Представьте, что это... Офицеры-россияне. Ну и вот это было бы круто, на самом деле. Так, понятно. Для Алина Заревича, как вы полагаете, ну, Ельцин... А слово, может быть, и хорошее. Что за отношение такое к нему? Вы знаете, это слово... Я над Крыловым стебался еще, когда обзор на Щелкунчика делал. Ну, и на Левт Фу Деду на старом канале. Там, я помню, в Левт Фу Деду мне когда выпало играть за жирную херню, которая лопается, я сразу сказал, О, Крылов. Но этого уже никто не помнит, давно был. В какой-то мере вынужденное, потому что когда в конце 80-х и в начале 90-х, точнее же в начале 90-х, вслед за развалом Союза, встал вопрос о развале России, Ну, наверное, кто-то Ельцину подсказал, что нужно какое-то эластичное определение, которое может объединить всех граждан России. Поэтому меня устраивает и то, и другое слово, когда, например, я... В связи с фамилией Жуховицкий надо спросить, любит ли он пальцы, не уход. Ну, ладно. Я заезжаю за границу, у меня в паспорте написано «Нация Раша», то есть «Nation Russia». Да, Russian, да. Если говорить о моей профессии, я русский писатель, потому что россиянский писатель такое не прижимое. Российский? Российский писатель – это что-то другое, да? Пушкин – русский поэт, а вы все российские писатели и журналисты. Странно, да. Ну, мне трудно сказать, потому что все, кто пишет на русском, видимо, это русские писатели, потому что иначе нам придется вычистить три четверти русской культуры. Пушкина убрать, Лермонтова убрать, Гоголя убрать, Тургенева, даже Карамзина, автора истории государства российского, к татарам отнести. Понимаете, это слишком сложно. К татарам отнести. Ну, пьяный просто сам доехать не может. Я считаю, что определяющие для писателя, на каком языке он работает. Ну, конечно, скажем, там, Мустай Карим, например, или Олимпий Шоков, или Касин Кулиев, да. Они писали на других языках, ну, поэтому они другие писатели. Тут тоже свои сложности. Есть отличный еще русский писатель. Чингис Айтматов тоже на русском писал, тоже отличный русский писатель. Если, скажем, Алжа Сулейменов прекрасно пишет по-русски, ну, наверное, казахский писатель тоже. Есть еще русский бард Тимур Мусураев. Да, ну, давайте разбираться чуть позже. Я тогда Александр Геевичу еще дам слово. Александр Геевич, ваша позиция, пожалуйста, коротко. Ну, я могу с научной точки зрения сказать, поскольку я преподаю на социологию и автор учебника на эту тему, что это просто разные вещи. Есть идентичность этническая, которая тоже не сводится только к крови, а, в общем-то, это культурная идентичность. И в этом отношении мы говорим о том, что мы русские, например, а кто-то чеченец, кто-то... Марго, ты смотрел лекцию Дугина про сверхличность? Там, по сути дела, предлагает создать тульпу. Не, я такое не смотрел. Тарин. А россиянин – это принадлежность государству, то есть какое-то гражданство. Соответственно, раздель... Не, тут-то Дугин прав, на самом деле. Вот в этом. Отделять эти вещи терминологически, концептуально можно. И одновременно одно другому совершенно не противоречит. То есть, будучи гражданином Российской Федерации, мы все являемся россиянами. Наш этнос, я вот русский, кто-то, может быть, согласится культурно принадлежать к этой общности русского народа, кто-то посчитается по болезни, в каких-то ситуациях выделить другую этничность. Это тоже вопрос, на самом деле, очень сложный. Но, на самом деле, и в Америке, с которой вы начали, там нет такой ясности относительно того, что считать нацию. Хантингтон говорит, кто мы, спрашивает, и мы можем спросить, и должны спросить, кто мы. Кто мы? Вот это действительно важный вопрос, потому что нам кажется, что для Америки все равно он решен более понятно, чем для России нынешней. Не так очевидно, не случайно, я говорю, что Самуэл Хантингтон задает этот вопрос. Кто мы, появляется его последней книгой. И вопрос об идентичности сегодня стоит в любых обществах в Америке. В Американском, в Европейском, в Русском, в Азиатском, в Индийском, в Китайском. Это большая проблема, об этом надо говорить. Вот давайте мы буквально несколько минут сделаем паузу. Просим зрителей никуда не уходить, не расслабляться. И сейчас, я думаю, с этого вопроса начнем. Так, возвращаемся в эфир. Давайте будем подробно разбираться. Напоминаю всем, что у нас жанр дискуссии, поэтому, пожалуйста, вступайте в разговор, когда вы этого захотите, в том числе. То есть это значит, перебивайте, да? Ну, интеллигентно, вот все интеллигентно, да, пожалуйста, допустим. Очень интересно. Ну, Александр Глебович, давайте начнем разбираться к вам тогда, первый вопрос. Как вам кажется, почему эта ситуация, вот она стала, с одной стороны, очень актуальной, а с другой стороны, носит оттенок не то неприличный, не то потаенный. Вот есть в этом какое-то желание пообсудить, и в то же время, вот, есть ощущение запретности. Вам не кажется, что она странная? Нет, просто, к сожалению, очень скверные идеологи, да, вот если при советской власти... Современные ли вообще? Нет, 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 при советской власти это слово было чарующим, запретным, сложным и важным. То за последние 20 лет за счет очень дерьмовых идеологов, скажем так, которые как-то вот занимались самодеятельностью, оно настолько сильно провоняло лаптями, в него столько напустили вот в шеи и создали такую четкую ассоциацию с чем-то давно и безвозвратно ушедшим, на это налепили такое количество иконок, крестов. Да неужели? Конечно, прежде всего, при том, что, когда мы берем это слово совершенно с другой стороны, мы понимаем, что Чаадаев архирусский человек, Писарев архирусский человек, Павлов архирусский человек, академик Шмальгаузен из Северцев тоже архирусские люди. Гагарин. Гагарин, между прочим, да, то есть вот они как бы вот, идеологи вот этой вот, скажем так, застойной, дремучей, давно умершей России, они забрали это слово себе. И я считаю, что там его, конечно, попачкали сильно. Так, так, кто согласен или не согласен, но вот интересно. Александр Георгиевич, как вы считаете, есть ли какая-то дискриминация по отношению к слову русский, и есть ли действительно, вот согласны ли вы с тем, что сказал Александр Георгиевич, что испорчено слово, попачкано? Ну, вы знаете, мы скорее здесь просто сталкиваемся с двумя формами табуирования вообще этой тематики. Это советская традиционная идея, когда вместо этнической общенности или национальной общественности мы имели интернациональное советское общество, где акцентировать этнос было неприлично, особенно было неприлично акцентировать этнос большого народа, который являлся ядром Советского Союза. Соответственно, эта тематика была вынесена за пределы обсуждений, в общем, стала музейной. Кстати, идентичность вместо живое, этническое, историческое превратилось в нечто музейное. Там, в общем, действительно в значительной степени окуклилось. А с другой стороны, в либеральную эпоху, в 90-е годы, уже западные стандарты, космополитические идеологии права человека точно так же активно давили на представление обойтническое самосознание и демонизировали тем самым вторично эту проблематику. Вследствие этого произошло следующее, что проблематика сама этноса, проблематика русского, проблематика идентичности, проблематика российского, проблематика народа, проблематика ядра, общесоциального и исторического ядра, которые создавали нашу державу, наше общество, все это было загнано в подполье, маргинализировано. И на самом деле, если в течение многих десятилетий сдвигать какую-то проблематику на край общества, то там она в подполье приобретает довольно-таки неприемлемые черты. А с какой целью табуирование произошло? Подождите, объясните. Две идеологии, которые доминировали в советском обществе и продолжают, одна из них доминировать сегодня, это советская идеология, вторая либеральная, либеральная идеология, которая не придает понятию этнической идентичности, исторической идентичности, такой как русские, например, вообще никакого значения, и наоборот стремятся по разным соображениям как можно быстрее от них уйти. И вопрос чисто идеологический. То есть в одном случае давила советская пропаганда, во втором случае давит либеральная пропаганда. Сегодня мы являемся жертвами жесткой либеральной идеологии, либерально-демократической, воспроизводящей западные принципы политкорректности, которые также смещают естественную проблематику идентичности. Кто мы? Мы русские, мы россияне, мы народ, мы общество, мы культура. Все эти вопросы ставят как бы вне закона. И тогда там их, вот на этой уже выброшенной за пределы нормы зоне подбирают маргинальные элементы. И в общем, подтверждая их, когда с одной стороны происходит демонизация официального дискурса, с другой стороны на краю, на маргинуме, там подхватывают маргинальные элементы. И как бы подтверждая изначально эту идею либералов относительно того, что национализм – это проблема маргиналов. Национализм или вообще этническая национальная идентичность. И в результате мы получили очень запутанную картину. Я полагаю, что чрезвычайно важно расставить вещи по местам. Для начала, прежде чем говорить «мы за это» или «против этого». Защитник отчизны перу на солдат. Надо ли сохранять и укреплять этническую идентичность, а национальную идентичность? Либо, наоборот, скорее надо перейти к какой-то другой форме социальной организации. Прежде чем делать такой выбор, надо просто точно разъяснить, о чем идет речь. Выяснить понятия, выяснить смыслы. Но скажите, вот если мы это назовем, может быть я ошибусь терминологией, но тем не менее, на ваш взгляд, настало ли время поднимать русский вопрос не в плане экстремизма, а вот в честном, абсолютно гражданском плане? Разобраться, что происходит с русскими вопросами в России. Отмыть слово. Конечно, конечно. Отмыть слово, но как его отмывать теперь? Да, но это вопрос. Реально ли? Это, кстати, тоже вопрос к Дугину, который хорошо должен это понимать. Реально ли, скажем так, отмыть? Реально ли вернуть это слово из маргинального пространства? Из пространства вот этого вот провонявшего лаптями и сделать его символом все-таки страны, которая имела, ну, самую потрясающую, как только ей дали такую возможность, да, которая имела все-таки выдающуюся науку и знаменита и своими учеными, и своими, конечно, поразительными интеллектуальными. Чего ему лапти-то не угодили, блядь? Что значит, провонявший лаптями человек? Сверху. То есть, честно, великую страну. Вы считаете, нас ее великой страной? Вот это хороший вопрос. Хороший вопрос. Отмываем, Олег. Конечно, возможно. Отмываем, Олег. Я считаю, что это возможно. Это необходимо сделать. Ну, одно замечание по поводу лапти, это одно из самых гигиенических, кстати, видов обуви. Они совсем не пахнут лапти. Ох, как я люблю слушать этих городских квартирных жителей с их песнями про лапти. Давайте, Валерий. Можно камерку пониже опустить в Москву? Не надо убежать наш народ. Малю, а дам камерку посмотреть в Чулзугину. Можно камерку посмотреть в Чулзугину? Важнее, если издевались. Ну, а прикинь, в лапти. Я считаю, что это категорически неверно. Но то, что говорит Невзоров, верно в том смысле, что корни идентичности народа растут всегда. Мы всегда остаемся самими собой на разных этапах истории. И поэтому не только прошлое составляет нашу этническую и национальную идентичность, но и настоящее, и будущее. И вот это самая большая проблема. Наш народ существует как бы. Наша культурная и этническая идентичность существует непассивно. Как перевести ее в активность? Вот вопрос. Отмываемо, конечно. Во-первых, я считаю, что ее искусственно дискредитировали враги нашего народа. Это уже сразу дает нам шанс отбить ее, отстоять. И необходимо этим заниматься любому русскому человеку. Но самое главное, что надо показать измерение будущего. Надо показать интеллектуализм. Надо показать наш русский логос. Наши культурные достижения. И не просто показать в прошлом. И не просто показать. И включиться в создание этого русского образа будущего сегодня. В этом отношении, конечно, эта вещь гораздо глубже, чем музей. Александр Анатольевич, давайте даем слово, Константин Анатольевич. Константин Анатольевич, пожалуйста, ваше мнение согласны с необходимым... Я, честно говоря, слушаю все это дело про лапти. И мне вот что непонятно. Русские уже сто лет лапти не носят, но нам, оказывается, нужно отмываться от лапти. Я говорила, что неудачно. Это неудачно. Очень удачно. Так вот. Но хочу подчеркнуть, что, например, сейчас мусульманам не нужно отмываться от крови баранов, которые они режут на наших площадях. Вот мусульманин, заляпанный кровью, это круто. Он крут. Ему не нужно отмываться от этой крови. Ему не нужно отмываться от намаза. Ему не нужно отказываться от промадал. Другие воняют больше, но их запах почему-то не просто никого не волнует. Он кажется крутым, этот запах. Это запах крови. Так вот, а русские... Крылов, когда к тебе перед эфиром подошел Дугин и попросил, как бы какой-то кулак понюхать, это не запах крови был, ты перепутал. Которые кровью не пахнут ни бараньей, ни человеческой, должны, оказывается, отмываться от каких-то локтей. То есть, на самом деле, в нас настолько сильно въелась самоненависть, презрение к себе... Да неужели! Подождите, Костанзиан. Далее, с головы на ногу. Вопрос о локтях не был бы поставлен. Презрение к себе, это у Крылова только, потому что он жирная скотина, блядь. А почему вы считаете, что в русских велика какая-то самоненависть? К сожалению, да. Какой самоненависть? Русские как угнетенный народ, а с 17-го года русские являются угнетенным народом, по сути дела, оккупированным. Ну, вот это лейско-траскидская история, я согласна. Это действительно, когда русские было не запрещено. И сейчас, по большому счету, ничего не изменилось. Поскольку народ угнетенный, постольку все, что с ним связано, воспринимается как нечто отвратительное, грязное, мерзкое, маргинальное. Константин Анатольевич, секундочку, подожди. Константин Анатольевич, Крылов угнетен, прежде всего, углеводородами и салом. Константин Анатольевич, скажи мне, а до 17-го года, ну, насколько я знаю, в 18-м году примерно 86-82% крестьянских домов в России имели земляные полы. Земляные полы, достаточно вам приехать сюда, например. Ну, как земля, он не против, в принципе. Музей этнографии и пошевелить хорошенько этнографическое бюро архива князя Теньшева. Замечательный, кстати говоря, вот этот вот очень болезненный и необходимый удар по так называемой национальной гордости великороссов того времени. У Крылова как будто под носом запах крови, блядь. Посмотрите-ка на его выражение на этом лице. Понять, что... Это шалтай-болтай, во-первых, очевидно, да. Да, ну, выражение, собственно, это мордно лице. Собой представлял этот полностью спившийся на земляных полах народ. Скажите мне, до 17-го года он не был в резервации. Он не был унижен. Он не был в загуроводах. Вы задали вопрос, да. Были, к сожалению, тягаловым сословием империи за счет русских жерелия национальной окраины. И именно потому, что именно на русском хребте выезжала империя. Это же флакер, да. Было, вообще-то говоря, ужаснее. Константин Анатольевич, секундочку, на счет уже, я хочу узнать, что ужаснее. Хочу узнать, что ужаснее. По-настоящему хозяеву из своей страны. Хочу узнать, что ужаснее. Константин Анатольевич, смотри, вот у нас, смотрите, да, у нас, ну, вот, от начала, как бы, такой сознательно фиксированной истории, то есть, примерно, век из десятого до... О! 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 Спасибо. О! 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 Было ли это унижение? Я чего-то не понимаю. В данном случае претензии-то к чему? Каких именно ученых у нас не было в каком веке? У нас не было. Врачей не было. А имя, знаете, как Карлсон в Храгинбокс спрашивал, имя одного из этих мальчиков. Да, вот можно имя одного из этих врачей или имя одного из этих ученых? Какая разница? Зато потом это была такая мобилизация, невероятная сила. Чисто расистский поход. Мы начинаем измерять культуру одного народа критериями другого народа. Наука, западноевропейская культура, созданная европейцами, она им подходит, им годится. Индусы создали за 4000 лет, до этого другую философскую систему, которая годится к индусскому обществу. Наше русское общество, прекрасный, кстати, питерский ученый Колесов, он автор книг «Древняя Русь в слове», объясняет, что сами понятия русской средневековой культуры, сами представления о народе, о мире, о семье, об окружающей реальности, они были сконфигурированы совершенно иначе, чем европейские, особенно европейская наука нового времени. Например, мы не знаем, что в русском языке до 15-го, 16-го веков не использовалось будущее время. Вот будущее времени как такового не было вообще... Его и сейчас нет. ...иное мировоззрение, где будущее определялось через модальность, через пожелания. Вот такие выражения были. Зима хочет быть. А, в этом смысле, да, есть такое. Но, кстати, оно до сих пор регионально употребляется. Зима не просто придет, наступит, а она хочет наступить. Совершенно иной взгляд, где нет той топики, нет той базы... Ну, то есть, как в английском языке сейчас, в современном. Но философские предпосылки на деление на субъект и объекты, которые породили и медицину, и науку, и ту модель, ту культуру, которая стала доминирующей в новое время на Западе. Так вот, русские настоящие, как начать возвращаться к нашей идентичности? Надо понять наши корни, из которых растет наше настоящее и наше будущее. Надо понять, что мы мыслили и жили особым образом. И у нас были великие достижения, у нас были великие события, мы выигрывали великие войны, мы создавали великое произведение искусства. Но это совершенно по-другому. И к ним надо... Дугин отпиздил языком, короче. Найти ключ. Когда мы подходим к западным подходам, мы действуем как расисты. Мы говорим, вот, западноевропейская универсальная культура, а мы как бы от нее отстаем. И вот отсюда возникает вся русофобия, которая, к сожалению, сейчас, на мой взгляд, поддерживает Александр Гензоров. Раньше, я, насколько помню, в 90-е годы мы были по одну сторону с вами, Александр Гензорович Барриканов. Я просто еще не хочу на почту, что я не торон, что нас ничего не искал. Несмотря на блестящее выступление Александра Гензоровича, скажу попроще. Вы знаете, вот китайцы очень любят задавать вопрос европейцам. А вы знаете, 2000 лет назад вы там не какие-нибудь немцы, лазили по деревьям, а у нас была великая культура, искусство, наука. Так вот, то же самое можно сказать о русских. А китайцы так не говорят, и европейцы сами про себя обычно говорят. Мы как бы сраные обезьяны, а у китайцев там 8 тысяч лет была великая культура. Я не знаю, зачем они это говорят, вот не так, но окей. Мы уже начали, у нас не было, извините, античности. Ну так уж получилось. Нет, не так уж получилось. Дайте ли Алиду Арончу сказать. Нет, не так уж получилось, вы пьяные ебаные свиньи, нет. Вот, да, да. Ну давайте заканчивайте. Так вот, но несмотря на то, что начали мы позже, в очень неблагоприятных условиях, у нас был поздний старт. И старт, извините меня, очень плохой. Русские бежали по болоту, пока, извините меня, европейцы наслаждались климатом Тосканы. И тем не менее, мы смогли создать всего за несколько веков великую культуру. Это ли не причина того, чтобы... Это вообще особенность русского народа. Вот мне кажется, вот это... Что-то вот это у Крылова какая-то ненависть к русской географии. Вот это болото ему не нравится. Что-то русофобия какая-то. Давайте, Леонид Анатольевич, поступайте в спор, иначе мы здесь далеко уедем. Пожалуйста, ваше мнение. Я чувствую, что мы тут все обязательно переругаемся, это неизбежно, потому что очень острая проблема. Поэтому для начала я попытаюсь внести хоть какую-то ясность. Во-первых, если Обама сказал, что американцы и англичане это одна нация... Нет, он не сказал одна, он сказал это две великие нации. Две великие нации. А по отношению к нам, наверное, он бы не сказал великая нация, потому что мы сами себя как нация не чувствуем. Две великие нации, тогда все правильно. Вы нации, да? Вы нации? Да, да. Потому что иначе ему бы пришлось очень плохо. Когда американский президент обращается к народу, он обращается не к англосаксам, не к темнокожим, не к латиносам, он обращается к американской нации. Когда я был в Америке, я не сразу понял вот эту вещь. Вижу, например, человека с абсолютно оливковой кожей. Я вот спрашиваю, да и кто по национальности? Он говорит, американец. Я говорю, а твои родители. Американцы. Да, безусловно, это у тебя в голове происходило, по всей видимости. Или же у него кожа была оливковая по твоим меркам просто. А он англосакс, на самом деле, загорелый просто. Приходится задать следующий вопрос. А бабушка твоя откуда? А, бабушка из Эквадора. То есть они все американские... Да, хорош, я не знаю, ты ядом пытаешься пульнуть, что ли, в камеру. Что это за херня происходит? Вот это вот что такое? Американцы. И когда, скажем, была Корейская война, я помню, наши просчитали... Что ты помнишь, в 50-х годах было? Потому что думали, что солдаты-негры будут, американские, будут бороться против солдат-белых. И те, и другие... Да, возьмут оружие, всех перевещают, молодец. Именно на это расчеты будут. ...были американцами. Вот мой сосед слева, мой уважаемый оппонент, сказал, что ему противно слово «россияне». Но дело в том, что у него есть какие-то определенные обязанности перед Россией. Он платит налоги в российский бюджет. Если у него есть сын или внук, его призовут в российскую армию. Поэтому я считаю... Счастье только дочке. ...что с дочке, да. Слово «россия» не надо стыдиться. Это наша общая страна. И, кстати, в России... Так Россия никто не стыдится. Россия никто не стыдится. Да, да. При этом русские находятся... Но просто можно сказать, я татарин, я грузин, я кто угодно. Ну, сказать, я русский, вот это как-то напряженность возникает какая-то. Вы знаете, я вам скажу, когда разваливался Советский Союз, я яростно против этого боролся. Я говорил, что когда разваливается корабль, не будет 180 лодок, будет 180 обломков. Странно почему-то лодки получились. Нет, получилась все равно одна большая лодка, которая собрала... Я говорю, что плывут прибалтийские лодочки на таких... Получилось, будто... Ну, ладно. Прекрасных полосах. Ну, прибалтийские они никогда и не были советскими, в общем, как по-настоящему. Господа, я понимаю, что вы так... Сейчас реальная угроза развала России. Понимаете, поэтому я считаю... Почему? Понимаете, почему? Надо понять, что патриотизм в стране может быть один. Нам... И сейчас я сделаю небольшую запятую, просто хочу сказать, не получается ли так, что мы считаем, что... О, отхлебнул мочи, нормально, вперед. Россия развалится, только если русский будет очень часто говорить, я русский. Понимаете, вот здесь есть такая история. Спорим на пять тысяч. Делаем очень короткий паузу, сейчас вернемся, продолжим. Возвращаемся в эфир. Если позволите, слово зрителям чуть-чуть дам. Форум, процитирую. Воскресенский город пишет, пока на Руси россияне, я не буду ощущать себя частью нации. Дочке своей говорю, мы русские, а не россияне. А Москва пишет, я русский, у жены бабушка немка, а дедушка украинец. Но мои дети русские, потому что воспитанные патриотами, никогда не уедут из этой страны, как бы плохо здесь не жилось. Основная цель тех, кто хочет обезличить русских, убить патриотические чувства, ликвидировать выражение «любовь к родине», потому что территория России лакомо, кусок, который остается пока нетронутым. Если позвольте, еще два звонка, все-таки, да, мы будем отвечать и продолжать разговор. Говорите, слушаем вас, добрый день. Алло, здравствуйте, меня зовут Комаров Евгений, я из города Москвы. У меня вопрос, почему в русских паспортах написано национальное, в графе национальное записано русский. Это прилагательное слово, а в других паспортах, таких как таджикский, узбекский, националист, написано как узбек или таджик, а язык у них таджикский. У меня вот такой вопрос, как будет называться осуществительное имя русского народа, мужского и женского? Добавьте отлично. Русак, давай скажи! Ха-ха-ха! 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 Ты пришел на паспортный стол, а там тебе чеченец, короче, проставил русак в пятой строке. Давайте, Константинович, ответьте, еще немного послушаем. Дело в том, что русский, извините меня, это существительное, это субстантив. Посмотрите в учебниках. Дело в том, что все европейские народы, а русские это европейские, да, совершенно верно. Да, франца, так вот, Deutsche, это English. English, да, все европейские... Ты повторяй дальше за Дугина, это Дугин такой. Да, France, да, France, Deutsche, да, Deutsche, да, 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 English, да, да, English... Это сейчас смешно было... Учебник. Дело в том, что все европейские народы, а русские это европейские, да, совершенно верно. Да, да, франца, так вот, Deutsche, это English. Все европейские народы называются именно так, субстантивами, примерно по названию языка. Просто русский, извините, европейский народ. А вот народы не европейские имеют привычку называться как-то иначе. Это просто наша цивилизационная идентичность. Евгений, получил отец еще один звонок, послушаем, говорите, пожалуйста. Алло, Юрий Петербург. Во времена СССР все было понятно. То есть, каждая народность... Ев, ничто, да. Была четко отражена, значит, грузин, армянин, казах и так далее. И в том числе русский. А после распада СССР русские вдруг почему-то куда-то исчезли. А разве? Подождите, если мы говорим о паспортах, они остались. Куда исчезли русские? Нет, ну в паспорте сейчас нет. Куда исчезли русские? Какие города? В паспорте национальности есть города. А где вы в паспорте страничку видели с национальностью? Не помню. Если вы не знаете границу, вы не знаете, раньше... Мы ее отменили, мы спорили там с пеной у рта. В грамм паспорте есть такая графа. Это за грамм паспорте. Это российская федерация. Это парадокс то, что там российская федерация. Рассиан будет русский, а российская федерация тоже. Это будет одно и то же слово. А здесь почему? Потому что с точки зрения буржуаз... Невзоров опять сиранул, блядь. Шорты как бы все. Но если кто-то не уловил, я могу немножко перемотать назад. Национальность. Как нету? Как нету? Я тоже национальность. А правдой нету. А где вы в паспорте страничку видели с национальностью? Не помню. Если вы не сняли границу, вы не знаете, раньше... Не взоров паспорт не менял со времен СССР. Мы спорили там с пеной у рта. В грамм паспорте есть такая графа. Это за грамм паспорте. Это российская федерация. Это парадокс то, что там российская федерация. Рассиан по идее россиянин тоже. Это будет одно и то же слово. А здесь почему? Потому что с точки зрения буржуазной нормандующей, нормы для западных европейских стран существует только одна идентичность, принадлежность к государству. Никакого другого значения в слове «нация» или «националите» французская, «националите» английская не вкладывается. Ну да, потому что, чтобы спросить твою этничность по-французски, нас так учили что-то вроде «tu es de quel origine?» «ты какого происхождения?» Вот, а если ты спросишь тебе «de quel nationalité?» То тебе, ну если ответят по-нормальному, то тебе ответят паспортными скорее данными. Ну, как паспортными, ну, в зависимости. Вы поняли, о чем речь, да? То есть гражданство. «Nationalité» — это гражданство скорее. Вот. Ну, по крайней мере, нас так учили. И этот стандарт, который мы копируем с Запада, там нет никакого другого смысла в слове «нация», как принадлежность к государству. И поэтому-то и совпадает русский и российский для них. «Russian». Это совершенно логично объясняется. Но, когда мы говорим о чем-то другом, вкладывая в понятие «русский» не только принадлежность к Российской Федерации и гражданству Российской Федерации, а что-то большее, культурное, этническую идентичность, тогда мы говорим не о юридическом понятии, а совершенно другой форме идентичности. И вот здесь, кстати, вопрос, который в одной программе Гордонов задавал, он, вернее, нам задавал, а мы по-разному отвечали. Кого считать русским? Кого считать русскими? Есть совершенно точный социологический ответ. Русским надо считать того, кто сам себя считает таковым. «Замечательно. И сейчас приедет миллион китайцев и скажут, мы русские. Эти два слова они получат». А продукт в том, понимаете, кстати, Анатольевич, что китайцы быстрее скажут, что он русский, как ни странно, чем, я не знаю, человек, приехавший из Чечни или Дагестана. Ну, разумеется. Потому что он никогда не скажет, чеченец или дагестанец, это мужчина, у него есть честь, и он никогда не назовет себя россиянином. Это подлое слово оставлено только русским. «Чеченцы не стреляют в спину». Русскому приходится, скажем так, ковыряя носом, говорить «Я россиянин». Давайте... О, Господи, какой дебил, просто пиздец. Давайте тогда я хочу предложить известную статью, я думаю, все присутствующие в обеих студиях ее читали. Статья Владимира Путина, она была в числе предвыборных статей. Одна из них была посвящена, ну, как я ее трактую, русскому вопросу. Одну короткую цитату, интересно, ваш комментарий услышать. «Русский народ является государствообразующим по факту существования России». А я думал, там будет цитата. «Гори, я давно хотел вам это сказать. Сейчас я вам покажу, что я о вас думаю». Миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию. Языком, культурой, всемирной отзывчивостью по определению Федора Достоевского скреплять русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар. Скреплять в такой тип государства цивилизации, где нет нацменов. А принцип распознания «свой-чужой» определяется общей культурой и общими ценностями. «Прямо Карл Шмидт». «Вот, пожалуйста, а мы никогда не скажем русский татарин, русский чеченец». «Вы когда слышали русский чеченец?» «Мы стоим в твоем под золотыми словами Путина». «Русский – это интегрирующая идентичность нашего общества, которая лежит в основе нашей истории, нашей культуры, нашего государственности. Это блестящее, совершенно продуманное, верное, логическое, исторически обоснованное определение сути русских. Русский ядровок, в котором спорились другие этносы. «Да вот спорят, Александр Леонидович». «Русский – это цемент, который вот и всякие ценные этносы скрепляет. Вот есть этносы – это настоящие вещи, они как камни. А вот русский, он только что сказал, скрепляющее начало, объединяющее начало. «Нет, я хочу обратить ваше внимание, что у нас никто не говорит, господа, господа, у нас никто не говорит, русские, русские…» «Он сказал, русский – это цемент, русский – это билит и народ в сезонах». «Ну, не цемент, на самом деле, ну ладно, не будем». «Русские татари, а русские – чеченец. Ну не говорят там…» «Говорят, почему и правильно. И ради бога, и хорошо, что говорят русские – чеченец. Нет, это вот написано у Путина в статье, но я в жизни такого, в общем, не слышала. Мне кажется, все равно эти народы… Вот смотрите, я понимаю, что сейчас на меня обидятся другие национальности, но я хочу спросить, вам не кажется, когда мы говорили вот про лодку, которую, значит, плывет и ее хотят разбить, называемую Россию, растащить в разные стороны, все равно у многих народов… Почему это происходит? Не потому что русские плохи, а потому что многие народы, которые живут на территории России, им кажется, что они живут здесь как-то несправедливо. Они не понимают, что… Давайте я вот назову просто, не для того, чтобы обидеть, а чтобы пример привести. Вот каждый раз я делаю реверанс перед зрителем. Татары, живущие на территории России, чеченцы, живущие на территории России. Ведь у нас вот этого нету, а это правда или неправда, как вам кажется? Ну, во-первых, я не видел настоящего реверанса, да, я… Нет, ты просто сейчас обязательно кто-нибудь позвонит, а скажешь, что я кого-то обижаю. Нет, но вообще, если такая фазиология есть, хотя я ее не слышал, то это достижение последних 10-15 лет, потому что… Нет, просто этого нету, но об этом надо говорить. По мере того, по мере того, как вот это слово, да, замечательное, потрясающее слово, да, слово «русский», обозначающее национальность самых блистательных ученых мира, таких как Бехтерев и Сеченов, да, к примеру, по мере того, как оно начинает пахнуть все хуже и хуже, по мере того, как оно маргинализируется, от него, естественно, бегут. И, естественно, вот те люди, которые тоже бы, может быть, чертовски хотели бы назвать себя русскими, тем не менее, вынуждены дистанцироваться вот за такими формулировками. Вы считаете, что от него бегут, потому что от него бегут, чтобы его ослабить? Ой, да у кого вот прямо, вот прямо у них такие стратегемы в голове под тюбетейками, и они вот прямо ослабляют слово русский. Ну, а Сергей же не отрисовал, что есть в этом идеология? Да нет, идеология – это штука серьезная. У нас ведь мы, мы вот будем сейчас ловить блох по части того, что кто-то нам из-под тюбетей кнету идеологию, а мы в качестве идеологии русского народа начинаем вдруг канонизировать фигуры, которые при первой же ревизии, такие как Александр Невский, да? Хоть и взорву все пахнет, обосрался что ли. Да, есть Децл. С выяснением того, там просто берется, открывается Ливонская рифмованная хроника, и мы смотрим, а вот что там случилось во время этого хваленного ледового побольше? И выясняем, что согласно всем европейским хроникам… Марго, помойся. Ты чё, я перед стримом прям мылся, у меня поэтому как бы волосы объемные, потому что их помыл. Иначе они были бы просто зачесаны назад. И по объему выглядели бы как просто, ну, миссий черед. Блин, ну это какой-то Александр Куколцкий, ты, по-моему, перепутал. Русское княжество. О чём, о какой идеологии мы можем говорить, когда мы предлагаем постоянно в качестве идеологических столпов абсолютно дутые фигуры? Ну это уже просто чисто издевать над нашими героями, это совсем некрасиво. Азазаз бомбанула, затралил. А да, во-первых, изучать национальную историю, русскую историю по русским источникам. Да. Историк Гумилев описывает и евразийцы, и великий историк Вернадский. И описывали два подвига Александра Невского. Прекрасная статья Вернадского, русского историка, которая объясняет, насколько прозорливым были политические выборы и опции князя Александра Невского, великого. И на самом деле, вообще идея такая, изучать русскую историю по источникам наших противников, идеологических, цивилизационных. Но это же не самое лучшее, как будто там написана правда. Вы мне другое скажите, почему вообще, извините меня, почему русские сейчас должны быть угнетены, и почему их должны презирать из-за какого-то Александра Невского, который был черт знает когда. Давайте тогда презирать. Нет, я неправильно говорю. Вы либо хотите неверно понять, либо я недостаточно точно сказал. Мне сказали про то, что существуют какие-то вот страшные, коварные идеологемы, которые направлены на ослабление русского народа оттоком от него всех тех, кого в России исторически называли инородцами. Я сказал про то, что про идеологию нам-то уж точно лучше бы помолчать. Развенчивая русский герой, с названием играть инородку противников. Что меня, честно говоря, удивило. Я подозреваю, что они про Александра Невского либо не слышали, либо им не интересуются. Они не хотят называться русскими, потому что сейчас русским быть невыгодно. Вот и все. Невыгодно. Невыгодно. Очень невыгодно. А чем выгодно тогда, скажите? Чем угодно еще. Кем? Маленький пример. Если человек... Якультам выгодно, дайте-ка руководитель сказать. Да, давайте, Леонид Городович, дайте слово, пожалуйста. Потому что вот самые невоспитанные, они трещат все время, а Жуковицкий сидит и ждет. Вы же по-другому, Леонид Городович. Я виноват, я молчу. Да, Леонид Городович, пожалуйста. Я хочу, я хочу поддержать Невзорова. Когда была такая дискуссия имя России, для меня было глубоко оскорбительно, что среди 12 финалистов, я и писал про это, было 9 царей, 2 генералиссимуса и в качестве представителя простого народа один премьер-министр. Но не было Толстого, и о том, чтобы Пушкина сделать символом русского государства и народа, речи было не... не было речи. Собрались чиновники и выбрали чиновника. Причем очень далеко от стоящего от нас. И мне кажется, что Невзоров совершенно правильно сказал. Фактически на нем висит предательство. Он положил начало 300-летнему татаро-монгольскому. Ну как же он получил? Ну что вы? Ну, он сделал речки. Ну, знаете, в этом списке бы Сталин все-таки много сделал для того, чтобы слово русский вернулся. И вернуть Пушкина, и Хутирузова, и всех вернуть, в общем. А мы обсуждаем Александра Невского. Надо обсуждать всех наших святых, надо обсуждать наших руководцев. Нет, давайте мы не будем действовать по принципу бей своих, что... Потому что великий Пушкин, никто не спорит. Великий Достоевский, великий Толстой, великий Александр Невский, великий Петр Первый, великий Иван Грозный, великий Сталин. Это разные аспекты нашей исторической идентичности. Мы можем выбирать одних или других. Мы можем говорить, кто... Слава был участвуем. ...баланс был более жестокий, а более прекрасный. Но это все наша история. Нельзя быть русским, избирательно относясь к собственной истории. Мы должны понимать все. И лучше, и так все лучше. И царей, и простолюдинов. Незаптые. И людей искусства, и людей благородных, и простых людей. Отлично. Вы можете свой пыл подержать две минуты, я сделала бы рекламную паузу. Вот все запомнили свое слово, на которое мы повесили. Сейчас вернемся. Возвращаемся в эфир. Давайте, вот спор прервали. Пожалуйста, Александр Гребович. Вы сказали, что вас не то ли зануло, не то... Ну нет, я вам почувствовал, в чем заноза. При том, что я... И в чьих словах? В дугинских словах. Хотя мне симпатичен Дугин, он хорошо, масштабно, сильно мыслит. Ну вот, смотрите, ведь на самом деле русский – это потрясающее слово, как только этот человек становится свободен. Но вот этот вот запрет на критическое осмысление, на ироническое и злое осмысление, в том числе и собственной истории, потому что это не история, это идеологема, которая предложена в качестве идеала, в качестве эталона. И не разделять того, что история далеко не так хороша и далеко не так, к сожалению, красива, как нам бы хотелось, потому что мы уже не будем говорить, да, про то, что там великий Иван Грозный, шизофреник, да, 28 лет, 28 лет насиловал... Слушайте, ну это наша русская история, мы сами разберёмся, понимаете? Ну, люди-то отнимают право кризисным отношениям, да? Я думаю, господину Лугину меньше бы понравилось, конечно, если бы на вашем месте сидел человек какой-то принципиально другой национальности, и вот так поливал Александра Невского. Вот тогда бы он, наверное, взвел в статусе. Нет истории ни одного народа, которая не была бы субъективно сконструирована. Поэтому на самом деле немцы пишут о нас своими глазами, мы пишем о них своими глазами. И этот вопрос... Ты что, как можно писать глазами? Что это за глупости? Которые избежать нельзя. Поэтому нельзя, не надо запрещать создавать свою собственную историю, переосмыслять разные события, разные фигуры. О запрете никто не говорит. Но на самом деле на место одной конструкции может вступить только другая конструкция. И всё, поскольку история – это не факты, а интерпретация фактов. И, соответственно, мы должны в первую очередь относиться к нашей истории с любовью и ответственностью. Если наши предки совершили... Опять отпиздил языком. Смотрите. Ну реально, Тугин тащит. То есть... Это примерно как... Дискуссия Ларина с Карликом. Только тут вместо Карлика Дугина, вместо Ларина пожилой Ларин. ...преступление, это мы совершили преступление. Это наши предки, в конце концов. Мы совершили героические события. Это мы совершили эти героические события. Мы построили великую державу. Мы создали уникальную культуру. Мы огромный народ, объединивший гигантские территории, отстоявшие их в течение тысячелетия. Этим можно и нужно гордиться. А какой ценой? Что мы платили за это? Кого мы других заставляли, чем за это платить? Это другой вопрос. Это тоже мы должны осмыслять. Но это наше. Мы должны в первую очередь относиться к нашей истории, к нашей культуре, к нашей идентичности с любовью. Но любовь бывает жестоко подчас. Любовь... Вот требование. Не соответствие нормам, не догматам, а любовь. Любовь к нашему общему, прошлому, настоящему и будущему. Вы меня, конечно, простите, но мне кажется, что сейчас самое главное это не забывать, что... Ну, как бы укажите конкретно, где у него что-то не так, у Дугина с тем, что он говорит. То, что история не факт, а интерпретация так и есть. Я всегда так и говорю, собственно, в этом нет ничего даже крамольного, в принципе. То есть в чем проблема-то? Да. Но тут проблема в том, что он ведется на троллинг, потому что Невзорову вообще насрать какую позицию отстаивать. Ему главное, чтобы у его собеседников подгорало очко. Невзоров в 90-х был православным активистом по уровню НТО примерно. То есть, ну, потом резко перекантовался, как только мейнстрим стал православным. То есть, ну, сами понимаете, это траль телевизионный просто. История – это история. Прошлое мимо прошло. Что бы оно там ни было, к нему нужно относиться предельно прагматично. А именно. Интересоваться ровно тем, что актуально сейчас, и не интересоваться тем, что сейчас не актуально. Мне почему-то кажется, что Александр Невский сейчас, ей-богу, не самая важная, не самая интересная фигура в российской истории. Это как 4 ноября. Такой все-таки непонятный праздник. Невский почему-то обязательно упираются в Ивана Грозного. Мне надоело обсуждать. Блин, ребят, вот про мракобесную хуйню вы на мой канал давно вообще как бы... На моем канале вы давно, или что? Или это ваш первый стрим? Потому что вас ждут удивительные открытия в таком случае. Ивана Грозного, честно говоря, в противном случае. Тогда он... Да, ну пожалуйста, пожалуйста, Леонид Анатольевич, вы хотите сказать что-то? Или мне показалось? Понимаете, я думаю, что вопрос такой, хотим мы сохранить Россию как единую страну, или хотим ее развалить? Если хотим сохранить, надо найти объединяющее начало. А разве русские, русская история, русский язык, вот она не может быть объединяющей начало? Почему мы все ищем? Сейчас скажу. Ищем что-то другое, пожалуйста. Ведущая несет хуйню, потому что она ведущая. Задача ведущего не показывать интеллектуальные способности, а вынуждать гостей на высказывание их каких-то позиций. То есть там типа ведущий может там сказать, блядь, я не знаю, докажи, что земля круглая, по-моему, она плоская. Если бы у гостя бомбанул пердак, он начал доказывать, что земля круглая. Ну какую хуйню, в этом задача ведущего, если вы не в курсе, в принципе. Эта история не сможет нас объединить. Почему? Потому что, скажем, на Куликовом поле наши победили наших. И с той, и с другой стороны лилась наша кровь. Ну не совсем так. Натары сегодня тоже наши. Совершенно абсолютно правильно. И более того, ищем. Когда Сталин уничтожал русское крестьянство, и говорить, что это мы уничтожали русское крестьянство, это было прекрасно, нельзя. Но не найдется... Лучше бы Маслаева позвали, он, по-моему... А хотя в 2012-м он как раз умер. Но правда это в марте было. Не, он еще, наверное, жив был. Чуть-чуть. Сталин вернул русского русского России на минутку. Мне не нужен Пушкин. Мне не нужен Костой. И Пушкин вернул тоже Сталин. Да почему, уже и скажут. Кто скажет? Большая часть населения современной России нуждается в сериалах, но не в Пушкине и Толстом. Это не важно. Сюда бы Кагарлицкого вообще. Вот это было бы вообще весело. Никто не скажет, мы не хотим Пушкина. Понимаете? Так что нам надо думать просто о том, хотим мы сохранить страну, или она нам не нужна. Тогда абсолютно разные точки зрения. Хорошо, давайте встанем на такую точку зрения. Хотим ли мы сохранить страну, или она нам не нужна. В таком случае все очень просто. Сохранить страну можно, извините меня, только одним способом. А именно, сделав хорошо большинству населения страны. А именно, сделав хорошо большинству населения страны. Русские составляют большинство населения страны. Мы здесь 80%. Каким путем сделать хорошо? Если, извините меня, русских дальше будут... Ну как, каким путем? Крылов сейчас объяснит. Ведь вот так, как сейчас. Если русские не будут себя чувствовать в этой стране, извините меня, правящей нации, если они не будут чувствовать, что Россия все-таки для русских, прежде всего для русских, ну вот, то, извините меня, а зачем... Ну это как-то дискриминация. Все-таки вот здесь, понимаете? Таким парламентом мы немедленно разрушим наше государство. И то, что мы... И кто же его разрушил? Но ущемлять права русских за счет других, это тоже сложности. Если русских угнетать и дальше, в конце концов, это надоест. Русских не надо угнетать. Русских на... Смотрите, смотрите, в чате меня дианонят, постя слово Анатолий в разных вариациях. Освободить. Надо дать возможность русским быть русскими. От кого? Но это не значит, что Россия должна быть от иди либеральной идеологии, от расизма, который на нас проецируется со стороны... Пойду, Маргош. Хорошего стрима меньше, чем три. Давай, давай, Маша. Русским быть русскими, но это не значит, что Россия должна быть от иди либеральной идеологии, от российского, который на нас проецируется со стороны сторонников западного космополитического образа жизни. Русские должны быть русскими, но Россия никогда не должна быть только этнически для русских. Россия должна быть для всех, кто живет на нашей территории, кто отождествлен с нашей историей, с нашей миссией. История не то, что прошлое. Мы совершенно неправильно понимаем это понятие. История — это смысл настоящего, и это будущее. История — это то, что было, есть и будет. Но только в том случае, если это будет последовательно и логически связано. Если мы не поймем, кем мы были раньше, мы не поймем, кем мы сейчас, и завтра нас просто не будет. Мне очень не хочется последовательно и логически связываться с Иваном Грузовым и Зеленой Павловичем. Дайте, Леониду Аронычу сказать, пожалуйста, да, пожалуйста, Леонид Ароныч. Знаете, когда сейчас без конца говорят о либералах как о каких-то негодяях, мне это слушать крайне неприятно. Эксон Валдос, по каким критериям Дугин-Ниокуан закинь с донатом? Я считаю, что любая страна, и наша тоже, состоит из чиновников, которым выгодна разделенная страна, разделенный народ. Из либералов, которые считают, что народ должен быть свободен. Либералы говорят об индивиду, а не народе. Это западно-центричная идеология. Дугин ультанул, короче, над этим вот рассказом про историю. История – это будущее. Это его типичное про… Не все в грядущем является будущим. Там прочее вот это его телега, над которой еще все ржут постоянно. Разного рода холуев, которые приспособились к чиновникам и готовы сохранить чиновничье государство. Меня это государство, чиновник… Ты много холуев повидал, я так понимаю, в свою жизнь. Не устраивает. Упрощенный взгляд на социологию. И когда без конца ругают Запад, я не сторонник Запада. Но послушайте, меня возмущает, когда говорят, у нас свой путь. Свой путь, у нас свой путь. Рептилоида вообще переклинила. А у меня возмущает идея идеологии и либерализма. Мы говорим, у них там пенсионер получает 3000 долларов, а наша роется в помойках. Но это наш путь, наши пенсионеры хотят рыться в помойках. Никто так не говорит. Это карикатура. Русофобская карикатура. Это неправда. Абсолютно русофобская карикатура. Русофобия – это пустое абсолютно слово. Ненависть к русским – это не пустое. Это явление, которое, к сожалению, характерно для нашей интеллигенции. У меня второй комп сейчас почему-то из-за чего-то перегрелся и виснет. Не знаю, с чем это связано. По-моему, я на нем Дискорд забыл выключить. Дискорд много же лет. В общем, что-то второй комп как-то сегодня не очень хорошо работает. Стив Джобс лажанул. Хочет развалить страну. Яблоко бляди соснули. Леонид Анатольевич, Леонид Анатольевич боролся за то, чтобы вы получили слово. Давайте дадим себе Леонид Анатольевичу слово. Москва, можно Петербург сказать? Пожалуйста, Леонид Анатольевич, ступайте. Нет, но что касается особого пути, то уже в это играли, уже этими сказочками объелись. И вообще, будем откровенны, мы тут все, надеюсь, эволюционисты, мы должны понимать, что у существ особого пути, вот особый путь – это мутация. Вот есть общеевропейское, общечеловеческое развитие. А есть мутанты – это те, кто уклонились от естественного и нормального пути. Другого пути. Ну, здрасте, отклонились. Если бы какие-нибудь мутанты не отклонились от нормального пути, у птиц-крыльев бы не было сейчас, там, я не знаю. Геологизм неприемлемый, это невероятно. Кроме как человеческое, общечеловеческое развитие, вы тоже, насколько я вижу, скид... Ну, сейчас на это Дугин клюнет и сагрится на эволюционизм, хотя контраргументы должны быть совершенно другие, не те, которые он сейчас будет представлять. Сидите не в косоворотке и без гуслей сегодня, по крайней мере, да? Вы подозреваете, что Александр Георгиевич, что вы нафил? Подозреваю, что да. Вы косящий под запах. Поэтому вот эти вот все попытки поедать плоды европейской культуры и при этом стоять вот в некой такой вот позиторе, что у нас особый путь, это уже поиграли в это в хомяковские времена. И мы помним, чем этот особый путь закончился. Мы помним, как взорвалась страна в 17-м году, именно потому, что она была воспитана в идеологии особого пути. Совершенно не поэтому она взорвалась. Ах, конечно, пришли три евреи со ржавыми маузерами и перестреляли святую православную улицу. Было не три, и Баузер были не ржавые. Понятно, хорошо. Вот это он опять затащил, по-моему. Это надо промотать назад. Она взорвалась. Ах, конечно, пришли три евреи со ржавыми маузерами и перестреляли святую православную улицу. Было не три, и Баузеры были не ржавые. Понятно, хорошо. Но в сегодняшний день страна была такая, которую смогли перестрелять пять. Не пять. Так, давайте бесчислительно. Мы прекрасно знаем, кто устраивал революцию, мы прекрасно знаем, кто... И кто делать сегодня то же самое, тоже прекрасно знаем. Совершенно верно. И поэтому говорить про то, что этот рецепт... Вот Дугин, ну подожди, ты же умный, послушай меня. Ну вот смотри, вот вы нашли рецепт, да, вы нашли потрясающий рецепт, следование которому убило больного. И вы сейчас пытаетесь объяснить, что вот этого новорожденную, маленькую Россию, да, которая появилась сразу в послегельцинское время, нужно лечить по тому же самому рецепту. Ну как-то... Вот кому может это прийти в голову? Какому русскому патриоту, какому человеку, у которого есть хоть капля нежности к этой стране, может прийти в голову, предлагать... А Сергей Ильич не до конца понял вашу... ... ее историю. Он говорит не до конца. Я не до умений. То есть, хорошо, у вас есть ли... В каком рецепте идет? Когда те аргументы, начинай нести хуйню, короче. Ты собеседник вообще ничего не понял. Речь идет о рецепте идеологическом, который породил вот всю ту любимую... Православие, самодержавие, народность, да, если угодно. Который породил вот эту вот чудовищный взрыв ненависти в 17-м году. Но почему считаете, что эта уваровская формула, которая была давно оставлена к 17-му году, и породила тот взрыв ненависти? Хорошо, мы говорим... Мы говорим о... Ну, попросили конкретизировать, он конкретизировал. Его, блядь, опровергли. Он говорит, я говорил метафорически. Прекрасно. Еще один отличный способ ведения дискуссии. О славе, как обязательно правили игры того времени. Мы говорим о самодержавии. Мы говорим о игре в некий особый путь, в то, что мы мутанты. If you are a mutant, why you just thought... Мутанты просто... Подождите, он просто выкрикнул «Mutant»ы, а понять не могу. Арием о игры, о игре в некий особый путь, в то, что мы мутанты. А, нет, это был конец предложения все-таки. Почему мутанты? Почему вы считаете, что все народы должны развиваться по одной и той же логике, по одной и той же модели. Индусское общество развивается по своим. Да, но если бы сидел правильно совершенно, но Индус бы сидел передо мной в чумне. И рядом с ним струилась бы кобра, а вы в европейском пиджачке, дружище. Я там не был. Сначала посмотрите, потом будет и в российскую демократию рассказывать. Так, я чувствую, вы продели все равно спустя. Там действительно существуют политические партии, они меняются у власти, по крайней мере это видно даже где. Там правят кастовые принципы, как правили, 4 тысячи лет назад. Каждое общество, Александр Гребович, развивается по своей собственной логике. И наша логика своя и особая. И у каждого народа, у каждой культуры есть свой собственный путь. Но при этом наш путь, на самом деле нас постоянно пытаются сравнивать с каким-то универсальным путем. Надо открыть свой взгляд на нашу собственную историю. И сказать да, нашей идентичности. И сравнивать нас с нашими идеалами. Вот в чем дело. Кто из русских сомневается в собственном... Ох уж это конфа маргинала. Я, например, сомневаюсь. Ну, вы такие как бы немного. Много, много, много. Но многие русские сегодня сомневаются в своем настоящем. И, так сказать, самоопределение нации. Право нации с привык, а с этим учить русских. Настоящее немыслимо без прошлого. Потому что в настоящее, возможно, только благодаря осознанию нашего пути сквозь историю. Когда мы поймем, кем мы были, куда мы шли, что мы делали, почему мы такие, как сейчас, зачем мы такие, как сейчас, тогда мы осознаем себя и двинемся дальше. А, Сергеич, а может не мы не такие, а вокруг нас вот чуть-чуть не такие теперь? Понимаете? Вы знаете, вот на самом деле... Ты какой-то не такой. Надо сравнивать себя с нашими идеалами, а не с чужими идеалами. Назовите хотя бы эти идеалы. Давайте, я прошу прощения, давайте с идеалами. Давайте с идеалами. Это совершенно другие вещи. Это идея всеобщности, это идея цельности, это идея справедливости, а не идея индивидуального комфорта. Понял. И индивидуального благополучия. Комфорт русским не положено, нам хлеба не надо, нам правду давай. Для русских комфорт не был ценностью, для европейских был. Вот и вся разница. Для нас нужно величие. Вот, по-моему, именно такие идеи точно развалят Россию. Для нас нужно... Русским, значит, нужна баланда. Великое государство. Ничего подобного. Вы хотите русских посадить на баланду. Все за глупость. Ну, не на баланду. Ну, ну, ладно. Давайте, да, да. Да ничего, тебя не я. Вы несете чушь. Нет, вы говорите именно это. Вы только что сказали, что русским не положено комфорт. Русским не положено, наверное, не свободно. Да, господа, Александр Ангельчик, кстати, на то. Русские не видят в идеале свободе высшую ценность. А, у них другие ценности... Блядь, дайте Крылову пожрать уже, ёптую мать. Чушь, чушь, ее так пердак торвет от всего этого. Собожен всему народу. Слушайте, они пересомлены из-за русского вопроса. Давайте я все-таки... ...другой субъект. Русский не должен быть свободен, а коллектив. Хочу сделать на две минуты, господа, господа, на две минуты короткую паузу. Не потому что так быстро реклама прибегает, а потому что просто время у нас летит невыносимо. Сейчас быстро посмотрим рекламу, вернемся, потому что вот русский вопрос это все-таки вещи важные. Сейчас вернемся. Возвращаемся в эфир. Короткая ремарка с форума Тула пишет. Невзоров прав 100%. Все эти родители лубочной старины просто отбрасывают русских из 21 века, век 16-й. Но еще два вопроса. Давайте по телефону все-таки послушаем, потому что есть вопросы к Александру Дугину, к Константину Крылову. Добрый день, мы слушаем, Олег. Я из города Махачкалы. Я хотел бы сказать этому Крылову, этому журналисту якобы, что говорить это чудная глупость. Никто русских людей не обижает, не ущемляет. Никакой такой национальной зависимости. У регионов от русских тоже нету. И вот единственное, что я хотел бы сказать. Мой дед умер во время революции. Отец мой, брат моего отца, умер во время Великой Отечественной войны. Мой дядя умер во время Великой Отечественной войны. Кого они защищали? Русских они защищали? Или родину свою защищали? И почему теперь, через 70 лет, в городе, где детей кушали, где людоеды кушали своих детей и мёд свои валялись на улице, почему ходят их еды и фашисты? Какой народ помнит такое? Какой уважающий себя человек будет помнить это дело? Если бы вашего отца убил бы кто-нибудь из моих родственников, вы бы и через 100 лет не забыли бы про это. А как они могут забыть то, что вместе мы с ними кусок хлеба делили и вместе умирали? Как они это могут забыть? Так, ну я хочу... На одной бутылке прыгали, езжи. Если ремарку, что город, в котором кушали людоеды, это вы имеете в виду блокаду, это во-первых, так нехорошо тоже про блокаду говорить. Все-таки город знает... Нет, имеется в виду современный Петербург. Подвиг города не в этом, как вы знаете. А во-вторых... А прикинь в этом, блядь. К вопросу о том, что ходят здесь фашисты, они у нас не ходят там особенно. Ну, пожалуйста, вам вопрос, кстати, Анатольевич, отвечайте. И еще один послушатель. Я отвечу очень просто. Я с большим уважением отношусь к вашим уважаемым, замечательным предкам. Но понимаете, в чем дело? Вот если в Москве, скажем так, русский столкнется с кавказцем, произойдет, допустим, драка. Но вот если кавказец убьет русского, ему, скорее всего, ничего не будет, потому что приедут уважаемые люди из диаспоры и выручит хорошего мальчика. А если русский, не дай бог, что-то сделает с кавказцем, он пойдет в тюрьму на полный срок, и причем этот срок еще сверху навешивает 282-ю статью, потому что он тронул кавказца. Вы знаете, вот этот вот маленький, совсем маленький момент очень фортит национальные отношения. Понимаете, такое дело. Вах-вах. Можно я скажу? Ну, давайте. Я хочу. Про Крылова сказать. Что слушаю я этот разговор и, в общем, должен сознаться, что, конечно, вот так вот всерьез, конструктивно прав в этом разговоре, конечно, Крылов. Да? Да, только Крылов всегда прав. Он гений. Куда деваться? Ну, как Невзоров, собственно. Ну, я наблюдаю даже вот по тому небольшому времени, по тому небольшому хронометражу, когда мы в эфире, как человек, в общем, с самой трезвой идеей, да, вот самой трезвой и самой простой, да, как его даже здесь тут же загоняют в угол и как он вынужден вот у нас на глазах маргинализоваться, да, при том, что, на самом деле, вот такая самая простая, правда, на его стороне. притом мне очень понравилось, что он не говорит про всю вот эту, вот про всю вот эту... Подождите, кто мы его загнали? Да, да, и я, и ты, и Дугин, Подождите, а как тогда быть? Вот человек, национальных взглядов, он предоставляет... Да, он представляет современную, современную нормальную национальную идею, да, но до какой степени ему оставили узехонькую вот эту тропиночку? Причем оставили все, и любители русской старины, и нелюбители русской старины, и отстраненные интеллигенты, и западники, и все, вот все, вот как быть? Вот подожди, А как относиться к русским национальным у тебя есть такое ощущение, нет? Вот этой узехонькости? Ну, во-первых, я могу сказать, что сейчас это еще ничего. Я очень хорошо помню, что раньше мне приходилось не то, что по тропиночке, а по лезвию ножа ходить. Да и сейчас, между прочим, хожу. Я-то, кстати говоря, сейчас вообще-то по 282 статьей. Ты по 282, блядь, килограмм нахуй набираешь. Какое лезвие ножа тебя выдержит, блядь, жирная свинья, нахуй, если я втфу дед? Я, я боюсь, что ты лопнешь в любой момент и со всех сторон сбегутся зомби, блядь, говна поесть. Это же просто пиздец. Заодно высказывание на митинге по поводу экономической системы Российской Федерации. Ну, ничего. Я думаю, что русским путем и я, и русский народ пройдем туда, куда нужно, к русскому национальному... На бутылку. А это... Тут спрашивают, почему не Взоров режиссер, а вот поэтому... Продолжаем. ...ударство. Но вы... Я в этом умею. Националисты обвиняются в первую очередь в экстремизме, да? И давайте не будем скрывать, что основные... основные... кого-то. Может быть, я зарезал таджикскую девочку. Скажите мне это в лицо, что я зарезал таджикскую девочку. Нет, нет, нет. Ты зарезал таджикскую девочку. Я не знаю, было это или нет, но... И съел ее, блядь, по всей видимости. Ты не говоришь, да? даже российское государство, которое сейчас обвиняет меня в том, что я рожок национальную ненависть фразой, цитирую, пора кончать с этой странной экономической моделью, сейчас оказываются такие слова говорить на митинге, это преступление. Так вот, даже российское государство меня в этом не обвиняет. Так вот, что касается националистов, я могу сказать следующее. Вы знаете, точно так же, как, например, нельзя приписывать либералам преступления так называемой антифы, а между прочим, это люди, которые тоже совершают преступления. Но я, например, не скажу сидящему здесь рядом уважаемому мною человеку, что он ответственен за это. Он не ответственен за это. Так вот, русские националисты это люди, которых, да, изо всех сил выталкивают маргинальное поле. Не хотим. И мы, более того, оттуда вырываемся с теми силами. Мы не хотим никого убивать. Мы не хотим совершать преступления. Мы хотим мирным, законным путем добиться исполнения своих национальных чаяний. Вот и все. А вам не кажется, что... Сейчас, например, мы создаем партию. По-моему, это совсем далеко от политических убийств. Скажите... Я рожок национальной ненависти. Да, блядь, шоколадный, нахуй. Всех, всех, другая... Бля, я не туда нажал. Я думал, я на паузу нажал, сука, ну ладно, хуй с ним. Толя, это плохая история. Больтесь за. Да? Конечно. В данном случае меня, честно говоря... Вы кусаете за. ...интересуют, прежде всего, права и свободы русского народа. Да, русской нации. В этом отношении, что касается борьбы против, это естественная для кого-то неизбежная стадия. Потому что, если человек сталкивается с национальной несправедливостью, например, той, о которой только что говорил, скорее всего, он будет, знаете, немножечко против. Потом, однако же, он, скорее всего, поймет, что дело не в так называемых черных самих по себе, дело не в тех или иных людях, как бы они ни были неприятны, дело в государственной политике. И претензии переориентируются с неприятных, несимпатичных и так далее нам народов, но государства, которые обеспечивают им условия наибольшего благоприятствования за наш счет. Ну, смотрите, ну, такой как единственному либералу грозить. Вы говорите совершенно кощунные слова. Давайте, давайте, Колька Леонидович, Колька, пока пыл Александр Георгиевич не воритет. Давайте, Леонидович. Я единственный либерал. Во-первых, я хочу сказать следующее. Верхушка российского общества всегда жила по западным стандартам сыто и хорошо. И тот же Сталин ездил на по карте и приказывал сделать свой автомобиль в точности, как по карте. А вот для народа для него остается некий особый путь. Он пускай живет впроголоть, потому что он это любит и пускай славит эту власть. Вот нам, русским, это и не нравится, черт возьми. Теперь вопрос следующий. Как отдайте Россию русским. А западные люди живут западным педагогом. Подождите, ну что значит отдайте Россию русским? Она и так наша. Вот что? Секундочку. Не очень просто. Сейчас у нас президент русский, премьер русских. Вы не слышали? 90% министров русские. Премьер у нас либерал. Честно, надо говорить по-другому. Отдайте Россию другим русским. А что значит это либералы не русские? Я тоже понимаю, либералы русские это знаете как-то вот такие две разные к теме. А чадай русские? Либералы те, кто любит народ. Вот те либералы. Либералы те, кто ставят идеологию прав человека и копируют западноевропейские модели. Либералы и идеология западного расизма, который утверждает, что есть только один ценностный путь. Путь западноевропейской культуры одержав все стоят за непосное право за рабство народа. Я не могу согласиться с тем, что русские это рабы. Русские это народ, который должен быть свободен. Он не должен быть народом рабов. Но все равно согласитесь. Александр Евгеньевич, это ругательное слово. Александр Евгеньевич, а для меня радость ругательное слово. Я против правства. Я хочу, Александр Евгеньевич, как вы отнеслись к словам Катя Анатольевича, который говорил, что мы размышляем очень масштабно и нас из века в век сегодня кидает. Хорошо, что все-таки образованные люди. Это очень конкретных вещах. Когда обижают русского, и надо будет об этом нельзя сказать. Если обижают русских, об этом русский. Об этом скажут обязательно. Вот есть неравенство подхода. А хорошо, когда обижают человека или ребенка. Разве кто-то скажет, что это хорошо? Какие человеческие ценности? Хорошо, плохо, когда обижают любого. Плохо. И нельзя сказать, что это хорошо. Но, как только мы начинаем переводить проблемы в нашей стране, где разные этносы, разные культуры, разные конфессии, говорят, что одни народы или одни этносы должны быть рассматриваться с привилегированной точки зрения, а другие нет. Тем самым мы на самом деле разрушаем наше единство. Александр Геевич. Вбиваем гвоздь в гроб российской государственности. Александр Геевич, так не идет речи. Русский человек хотел, чтобы наше государство рухнуло, чтобы там появилось Северное Кавказское государство, Павловское. Александр Геевич, так не идет речь о привилегии русских. Речь идет наоборот, о более... Подождите, разрушим Россию. А это можно сделать с двух сторон. Как с точки зрения сепаратизма этнического, так и с точки зрения русского экстремизма, который здесь господин Крылов защищает. Мы лучше... Я не слышал, чтобы он защищал экстремизм. Понимаете... Вот что за передергивание это? Что управляться? Что за передергивание? Где он защищал экстремизм? Если не будет угнетение русского народа. Поэтому на самом деле... Подождите, давайте вернемся в более конкретную полу. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Я прошу прощения. То есть... Я хочу понять... Россия для русских это губительный для нашей России лодок. И для русских... Для Кавказа, для Татар, для всех, кроме русских, для другого выбора, для всех. Россия должна быть для тех, кто живет здесь. Для нас в России. Вы сказали именно это. Для всех людей, которые здесь родились, которые солидарны с нашей историей, с нашей культурой. Но, понимаете, речь идет не об этом. Кровь за нашу общую страну. Альсангельевич, я прошу прощения. Альсангельевич, речь все-таки не идет не об этом. Понимаете, господа, вас трудно чуть-чуть перекрикивать. Я прошу прощения, речь идет не об этом. Но, господа, Константин Анатольевич, я хочу, как бы, про вас сказать. Поэтому давайте, дайте мне свои слова. Подождите сегодня. Потому что вы знаете, они же с собой сольят. Знаете, не копеечки. А о чем сегодня, господа, я сейчас попрошу звук вам вывести просто. О чем сегодня многие говорят, да, о чем сегодня многие говорят, когда поднимают русский вопрос. Они ведь говорят не о том, что русские слишком много тут выпендриваются, потому что их большинство. А речь идет о прямо противоположном. Что несмотря на то, что их большинство, это не... Дугин троллил Крылова немножко только что. Я надеюсь, он вернется к этой теме. Сомненно, титульная нация, государствообразующая нация, как вот начали теперь говорить, все равно их права, конечно, ущемлены. Потому что, если завтра пятеро русских убьют, там, не знаю, не дай бог, кого-то, дагестанца, вы прислали. тишина, тишина, я говорю, то это будет справедливо, это будет поднимет невероятный шум во всей прессе. У нас на днях пятеро татар убили русского. Кто-нибудь слышал об этом? Потому что нельзя так говорить. И даже я, когда говорю сейчас это, я нарушаю возможность законы. Но у нас по отношению к одним одни правила, по отношению к другим другие. Почему? Потому что, повторяю, Россия не является русской страной, она является Россией не для русских. Русские при этом, скажу честно, не хотим. Именно имя. Нет, могу объяснить. Мы хотим равноправие. Я поняла ваше. Я поняла ваше. Леонид Анатольевич, ко мне вопрос был, пожалуйста. Когда убили одного русского, кавказец убил русского в Москве, 10 тысяч человек вышли на Манежную площадь. Да. Когда убили таджикскую девочку в Питере, сколько народу вышло на Дворцовую площадь? Никто не вышел. Но это была очень ананасия история. Когда убивают любого человека, а когда русский убивает русского, это хорошо? Когда кавказец кавказа. Но у меня вопрос сейчас господину Крылову. Один раз я все время хотел понять, чего хотят националисты. Один раз в литературной газете я прочел статью господина Сергеева, который первый раз искренне ответил на этот вопрос. Он сказал, я хочу, чтобы у меня, как русского, были моральные и материальные льготы. очень понравилось. Человек честно сказал, я хотел бы узнать, я не могу его спросить, спрошу господина Крылова, сколько ему, как русскому националисту, надо платить в месяц за то, что он русский человек. Мне ничего не нужно платить за то, что я русский человек. вам бирюзовский платит, вам достаточно. сказки потом. Так вот, я, честно говоря, русский человек. Русский, даже что... Мне, мне, причем, блядь, я этот фрагмент видел до этого еще. Я понравился, как он и быстро среагировал. тогда он бирюзовский платит, он достаточно. Я сейчас вернусь. ...проводствуюсь только священным для христиан писанием, именуемым Библией. Откроем Библию на 17-й главе книги Бытия и убедимся в этом сами. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой и потомки твои после тебя и роды твои. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мной и между вами, между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будут знамением завета между мной и вами. Далее следуют рекомендации, как именно следует обрезать припуции, то есть крайнюю плоть. Как видим, именно этой штуковине, конкретно этому органу, самим божеством и предписано работать той самой антенне. Не что-нибудь, а именно это, избранное библейским божеством в качестве органа связи. Но только в том случае, когда в конструкцию внесены некоторые коррективы в виде циркумцизации, то есть обрезания, удаления, припуция или крайней плоти. Вероятно, крайняя плоть, припуция и создает некоторые помехи, которые препятствуют полноценной связи с Богом. Возникает естественный вопрос, является ли такая антенна приемной или передающей? Скорее всего, это антенна приемно-передающего типа, и по современным характеристикам она может быть обозначена как укороченная штыревая антенна с радиолокационной головкой самонавидей. Ой, поехавший мудак, блядь. Кто из этого имеют, так это убытки. Мы хотим, очень простой вещь, я повторю, равноправия. Мы не хотим даже себе каких-то преимуществ. Мы просто хотим, чтобы ситуация, когда русский напал на нерусского или нерусский на русского, обоим выдали по закону то, что им положено. Вот и все. Да, именно так. Мы хотим, чтобы русские не были угнетенными на русский. А тогда какая разница, русский, нерусский, за убийство, убийство, должен, извините, сейчас-то разница есть, она есть. До того момента, пока эта разница есть, русские, скажем так, будут это чувствовать. И я буду русским националистом. Кто залечит душу мою? Если она забудется, то будут другие разговоры. Ну вот, честно говоря, как-то в словах Крылова я никакого экстремизма не слышу. Это не к тому, что я вставил на его сторону отнюдь, но тем не менее я понимаю, о чем он говорит. И он говорит о том, что у нас не работает всего-навсего нормальная модель взаимоотношений, которая есть в любой другой стране. Вот и все, да? А не работает она по той причине, что у нас действительно трагическое отставание в развитии, которому мы обязаны вот этой всей звездной истории, когда на самом деле русская история начинается только с Петра, да? И когда нам просто, вероятно, придется еще 200-300 лет подождать до того момента, когда... Вот Крылов это же не... Скажем так, это же просто симптом, да? Это имя проблема. Вы не поддерживаете Крылова. Не поддерживаете люди с бело-желтой черными флагами на площади. Они тоже его поддерживают. Совершенно верно. Но это имя проблемы. Проблема отсутствия нормальности, которая, к сожалению, обеспечила нам та историю, которую мы хотим сейчас так любовно сохранить и воссоздать. Это у нас особый путь быть мутантами. Короткое... Я даже вращение короткое... Неинтересно. У нас нет 200 лет, у нас и 100 лет нет. Я предлагаю взяться за дело и создать русское национальное государство в достаточно короткие сроки. Я думаю, что русские к этому вполне готовы, они этого хотят. Создать государство это значит вопрос власти, это значит революция. Это какая-то другая история. Я про вращение, Константин Анатольевич. Про развали на Россию сочиняют в основном те, кто предлагает другие проекты, а именно плетку и баланс. Короткую паузу сделаем. Очень короткую паузу. Давайте уходить. В эфир очень коротко на форум обращаю свой взор. И я сегодня забыла сказать, что у нас аккаунт в Твиттере. Спасибо, что вы помните и сами туда все пишите. Мы все читаем. Краснодар пишет. Господин Невзоров проявляет в своих речах явное презрение к русским, как и к нации и к нашей вере. До хорошего это не доведет. Так, веру не трогаем, но у меня не сложилось восхищение, что ты русский. Я как раз наоборот говорю, что... Какой мы с тобой национальности? Какой ты национальности? Хаманчик. Я знала, он скажет, что он гасконец, кто угодно. Правда не скажет. Я-то вообще не скажу. Вот могу сказать, что не только неуважение, но и абсолютное восхищение. Но для меня русские, русские, это прежде всего народ Чаадаева, Герцена, Тургенева и Сеченова, а не народ вавшаха на земляном полу. Так, два звонка послушаем еще. Говорить, услышим вас. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, Город Краснодар. У меня вопрос к господину Дубину. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а почему, когда завряд великий русский поэт, великий русский художник, великий русский композитор, почему не подчеркивается, не говорится о его этническом происхождении? Недавно была годовщина великого русского поэта Достоевского, запитателя Достоевского, и я нигде не услышал, что род Достоевских это грезный татарский род. Почему не говорится, что мать, допустим, великого русского полководца, Суворова, армянка, госпожа Мамула, ведь тем нациям, которые вносят что-то в культу России, было бы приятно это услышать? Ну, я могу ответить. На самом деле, если мы посмотрим вообще всю историческую элиту нашу, боярские, дворянские роды, то большинство из них были выходные не из простого народа, тогда не было ротации элиты, они не были этническими великороссами, а культурно они были русскими, и они создавали тот уникальный код, тот уникальный культурный социальную модель, в которой нас и создала, на самом деле. В этом отношении русская это действительно изначально объединяющее начало, которое включало татарские, армянские, самые разнообразные, литовские, кстати, германские, до этого половецкие рода, и которые создавало совершенно особый цивилизационный тип. Лев Николаевич Гумилев прекрасно показывал то, что нельзя... А очко он показывал прекрасно. Ну, ну ладно. Выделить в русском народе только один этический субстрат. Вокруг нас с самого начала, с киевских времен, с первых шагов в истории, было много людей, множество этносов. Они складывались и создавали уникальный тип культуры. И, конечно, я полагаю, что вклад всех этносов в русскую культуру и истоки этих дворянских родов, и не дворянских родов, просто великих деятелей, все это, конечно, наше общее достояние. Поэтому-то и нельзя противопоставлять этнических великоросов. Вот я сам этнический великорос из крестьянского происхождения. Это такой самый чистый русский, который можно представить себе. Но на самом деле нельзя строить только на нас, на великоросах, исключительно всю нашу историю, потому что огромный вклад был разных этносов. И все это наше общее достояние. И те татары, и те немцы, литовцы, которые вошли в нашу, вплоть и кровь нашей культуры, в нашу историю, и которые сегодня вносят свой вклад в нашу единую идентичность, от них нельзя ни в коем случае нас отделить. Мы единое целое. И в этом отношении каждому народу, который внес в эту копилку свой вклад, мы благодарны. Мы русские благодарны. Я могу сказать, что это очень хорошее предложение. Давайте действительно поблагодарим все те народы, которые внесли вклад в нашу историю, скажем им спасибо, и после этого займемся наконец своей историей. У меня один вопрос к Александру Глебовичу. К Александру Глебовичу, я бы очень здесь несколько раз... Так, надо найти настоящее изображение Крылова. Сейчас, секунду. Крылов. ...кородов, просто великих деятелей. Все это, конечно, наше общее достояние. Поэтому-то нельзя противопоставлять этнических великоросов. Вот я сам этнический великорос из крестьянского происхождения. Это такой самый чистый русский, который можно представить себе. Но на самом деле нельзя строить только на нас, на великоросах, исключительно всю нашу историю, потому что огромный вклад был разных этносов. И все это наше общее достояние. и те татары, и те немцы, литовцы, которые вошли в нашу, вплоть и кровь нашей культуры, в нашу историю, и которые сегодня вносят свой вклад в нашу единую идентичность, от них нельзя ни в коем случае нас отделить. Мы единое целое. И в этом отношении каждому народу, который внес в эту копилку свой вклад, мы благодарны. Мы русские благодарны. Я могу сказать, что это очень хорошее вклад в нашу историю. Скажем им спасибо и после этого займемся наконец своей историей. У меня один вопрос к Александру Глебовичу. Не похож. Вообще больше на Жуховицкого был похож. Посмотрите, Александру Глебовичу, я прошу прощения, здесь несколько раз вспоминался сегодня Гумилев, Лев Николаевич. Кстати говоря, мне совершенно непонятно, почему Пушкина постоянно называют каким-то там негром и забывают сколько в нем этой самой несчастной негритской Слушайте, Александр Глебович, вы много часов вечеров Ну подождите, Константин Анатольевич, ну вы уже свои комплименты собрали и на форуме между прочим тоже. Александр Глебович, ваш взгляд, вот Гумилев как трактовал? Все-таки вы с ним были знакомы и очень долгое время. Вот его сегодня поминаем справедливо ли. Нет, Гумилев это такая в общем вселенная исторических представлений, что взять и вычленить из него... Чтобы он сказал на наш спор, как вам кажется? Он бы сказал, что мы все маразматики. Что все, причем включая тебя, да? Ну он вообще очень любил это слово и для него... Потом он обмазался бы говном и выпрыгнул в окно, блядь, потому что Гумилев ебнутый мудак был. Ну ладно. Не понимал, как можно пытаться засунуть сложнейшие достойные там, не знаю, энциклопедии и работы целых институтов темы вот в этот вот телевизионный формат, где все выназуем друг друга. Друг на друга орать. Конечно, его можно назвать, что у него постоянный был крен в тюркофилию. Это было. Это безусловно было. Но могу сказать, что вот этой идеи объединения, он очень трезво относился к истории. Он меня научил с предельной трезвостью относиться и у него не было такого желания всех и живых, и мертвых, и прошлых, и будущих во что-то объединить. Я вот сейчас Дугина послушал и категорически не хочу быть с ним чем-то целым, чем-то единым. Мы не будем спрашивать, хочет ли он быть с вами. А это не эхо, это, я не знаю, какой-то петербургский. Тоже не хочет. Он порад. Есть, по сути, еще один вопрос к Леониду Вороничу. Леониду Вороничу, для короткого ответа, пожалуйста, времени мало говорить. Мы слушаем. Добрый день. Алло. Я бы хотел обратить внимание Леонида Жуковицкого на его ошибочную тростовку при сравнении обозначения национальности в Америке и России. Дело в том, что американский народ, это собранный народ из приезжих. И там трудно назвать каждую национальность отдельно. И, естественно, что называется все американцами. А в России это страна, где проживают народы исторические на своей территории. И ее можно сравнить обозначение народа с Соединенным Королевством Великобритании. Понятно, да. Где живут также исторические несколько народов и каждый называется отдельно. Англичане называются англичанами шотландцы. Только шотландцами валийцы только валийцы. А север ирландцы. Про зороастризм не знаю, сомневаюсь. Ирландцы только ирландцы. Простите, я вас все-таки закруглюсь. Спасибо огромное. Ну, пожалуйста, для короткого ответа, Леонид Ордович. Отвечаю. Я сейчас закончил книжку о великих наших поэтах-шестидесятниках. И вот самое простое. Там такое смешение кровей, либо мы должны вообще нашу культуру выкинуть, либо понять, что не существует у нас чистой крови. Пожалуйста, Володя Высоцкий, мой друг, самый популярный сейчас поэт, отец еврей, мать русской, женщина, воспитавшая его армянка. Гениальный Булат Акуджава. Родился на Арбате, отец грузин, мать армянка. Евтушенко, отец латыш, у Рождественского, литовские корни и так далее. У Римы Казаковой, отец казак, мать еврей. Лет с конца это длится. Нельзя по крови никогда делить... Почему Гумилёв ёбнутый? Потому что у него все процессы в истории, по сути дела, вызваны лучами из космоса. Ты обрати внимание, что вызывает пассионарность у людей по Гумилёву. Народ, я благодарю вас. Я, честно говоря, совершенно не понимаю, почему из того, что некто написал несколько хороших стихов на русском языке, русские должны и дальше находиться в угнетённом положении. Я не вижу вообще связи. Давайте спасибо скажем всем этим замечательным народам. Спасибо. Спасибо большое за то, что вы сделали. А теперь давайте уже займёмся своей историей. Если позвольте, давайте... Всё, спасибо. Идите нахуй. Да, отлично. Грудины и армяне и прочие народы сейчас занимаются своей историей и не вспоминают о том, что они когда-то внесли вклад русскую. Хочу, хочу отметить, что Крылов отвратительно конструктивен. Может, вам отдельно как-то созвониться? Ещё раз в лужу пёрнул, блядь, и доволен. Хорошо. Я хочу, вы знаете, всё-таки вернуться к статье путинскую, которую мы цитировали, но скорее реакцию. Александр Геевич, мне интересно, вот давайте вот я вас выберу. Как вы относитесь к словам Рогозина? Смотрите, две цитаты я вам приведу. Дмитрий Рогозин на вот все на эту статью Путина о русских, о русской нации, о самоопределении, вернее, там, против самоопределения, он сказал, что Путин вывел русский вопрос из-под поля, что он сделал очень важное дело. Вот он, и мы здесь, он как бы начал об этом говорить. На что академик такой есть Валерий Кишков, он сказал, что вообще это очень опасная история, он надеется, что это была лишь предвыборная конъюнктура. Вы лично как к этому относитесь? Ну, во-первых, Путин в данном случае пошел вопреки Тишкову с его либеральной западнической моделью устройства нашего общества. Что Путин делал пять лет назад, мне не интересно. Поэтому Тишков стерильный от всяких смыслов, текст настолько стерильный на самом деле от всяких обещаний, если власть проявила. Но при этом я согласен с тем, что сам факт того, что вопрос некоторому и ссоры из военной нации. Кто-нибудь из вас там сидящих считал, сколько у него корней? Ведь Русь это многонациональное государство. Русь перемешалась, дальше некуда. Меня обычно спрашивают, кто я по нации? Я отвечаю, дитя всех народов. Вот и вам так нужно так говорить. Так, так, если можно, короткий вопрос Константин Анатольевич. Для очереди... Все хорош, Константин Анатольевич.